Уважаемые пассажиры, наш самолет попал в зону турбулентности. Просим всех оставаться на своих местах, пристегнуть ремни безопасности и сохранять спокойствие. И тут начинается паника. Когда самолет кидает из стороны в сторону, как-то сложно сохранять спокойствие. Некоторые люди рассказывают, что после того, как однажды в полете попали в зону турбулентности, начали страдать аэрофобией. Аэрофобия — это боязнь перемещения на любых видах летательных аппаратов. Около 30% населения Земли страдают таким недугом. А 80% считают самолет самым опасным видом транспорта, хотя это крайне ошибочное мнение. Сложно поверить? Вот статистика. В 2018 году в общей сложности в авиакатастрофах погибли 556 человек. Для сравнения, только в России в 2018 году в ДТП погибли более 16 тысяч человек, а ранены более 168 тысяч. Поэтому самолет действительно является одним из самых безопасных видов транспорта. Только один рейс из трех миллионов заканчивается авиакатастрофой. И уж турбулентность обычно здесь ни при чем. Турбулентность — это естественное природное явление. Оно заключается в том, что атмосферный воздух постоянно беспорядочно движется, образуя вихри разных скоростей и масштабов. Причины возникновения этого явления могут быть разными. Например, термическая турбулентность. Она образуется из-за неравномерной прогретости воздуха. Вспоминаем физику. Более теплый воздух всегда поднимается вверх, то есть образуют восходящие тепловые потоки. И вот они провоцируют возникновение вихрей и густых облаков. Или турбулентность в зоне атмосферного фронта. Ее еще называют динамической. Она образуется в переходной зоне между воздушными массами с разными свойствами. Например, теплый фронт — это теплые воздушные массы, которые смещаются в сторону более холодного воздуха. И встреча их может проходить бурно, с вихрами и сильным порывистым ветром. Надо еще помнить о том, что поверхность Земли неровная и гладкая, как шар на новогодней елке, а имеет рельеф. А значит, движущийся воздух на своем пути встречает препятствия — горы, холмы или просто дома. Все они далеки от идеальной обтекаемой формы, поэтому провоцируют возникновение вихревого движения, то есть механической турбулентности. Сейчас метеорологи умеют обнаруживать турбулентность и составлять карты. Перед полетом пилоты получают пачку документов и тщательно знакомятся с погодными условиями на маршруте. Поэтому экипаж знает, когда воздушное судно войдет в сложную зону. Кстати, не только пилот может увидеть прогноз по вихревым потокам, но и любой пассажир. В интернете есть онлайн-карта турбулентности. Изучив ее, вы будете знать, где может начаться болтанка. Хотя есть пока одна загвоздка. На высоте от 5000 метров может возникнуть так называемая турбулентность ясного неба. К сожалению, ее пока трудно спрогнозировать. В этом случае внезапная болтанка может стать сюрпризом и для пассажиров, и для экипажа. Но не сомневайтесь, у пилотов есть четкие инструкции, как действовать в этой ситуации. Наука не стоит на месте, и в 2011 году компании Boeing и Якса сконструировали бортовой лидар. Он позволяет отслеживать перемещение мельчайших частиц в воздухе, тем самым обнаруживать неоднородности воздушной массы. Уже сейчас эта уникальная штуковина массой 150 кг позволяет обнаружить турбулентность ясного неба на расстоянии 9 км. Но конструкторам еще есть над чем поломать голову. В целом турбулентность не является угрожающим фактором для полетов. Прочности конструкции самолета достаточно, чтобы противостоять стихийным вихрем и сильным потокам воздуха. Причем чем больше и тяжелее воздушное судно, тем меньше в нем ощущается болтанка. Но все-таки пассажиры имеют шанс пострадать, если не последует указанию пилота и не пристегнут ремни. В истории авиации есть даже случаи летальных исходов. При сильной болтанке человек может неудачно удариться головой или упасть. Так что, уважаемые пассажиры, наш самолет попал в зону турбулентности. Просим всех оставаться на своих местах, пристегнуть ремни и сохранять спокойствие. Ссылки на источники будут в описании. Есть вопрос? Вступай в группу научпока ВКонтакте. Там можно спросить обо всем, что не дает спать с ночами. Не надо ждать откровенных признаний. Извините, если я кого-то расстроила. Если хочешь пить, пей до, пей во время, пей после. А креатив можешь оставить на потом. Продолжение следует... Продолжение следует...